Приветствую снова, мои хорошие! Всем огромный пламенный! Итальянский чао! Из Молдавии! Мы уже второй день здесь дома. Я уже так устала. Короче, мы приехали, думали, будет проблема со светом. А у нас свет уже есть, у нас проблема с водой. У нас там такой, короче, поток. Сегодня утром проснулись, все затопило. Я тебе говорила, что у меня надо прилететь на Токио. На Токио, Никита говорил, в аэропорту. Давай полетим в Токио. В Японию, а не в Италию. Слушайте, я сонная, я уставшая. Я не знаю, когда загрузится это видео. Я не знаю, когда загрузится первое видео, когда мы летели, потому что... Может быть, сегодня я у сестры попробую загрузить первый фильм, когда мы только летели. А этот фильм посмотрим, потому что мы сейчас идем в Интерднестрком, называется такая компания в нашем городе. Интерднестрком. И подключим. Я хочу подключить маме домой и интернет. Так что мы взяли с собой компьютер, короче, чтобы у мамы всегда было интернет, чтобы могла сюда по скайпу с нами разговаривать. Все. Так что идем в интернет. Видите, как мы по родной улице идем. Но потом я вам и дом покажу, и все такое. Сегодня, кстати, пойдем часов пять пойдем на ужин к невестке, а потом к сестре зайдем. Так что сегодня вечером гуляем с Никитой. Ходим по гостям. Я не хочу гулять, я хочу быть дома. Ай, Никита хочет домой уже. Смотрите, у нас в Италии таких облаков не найдешь летом. Именно такие частые облака, вот такой вот ветер. Бывает, конечно, но лично в том районе, где мы живем, очень редкая облачная погода. Там, если бывает, то быстро пройдет. Потому что наши облака застревают в наших вершинах альпийских гор. А здесь нет, видите, облака и ветер. И вот какая большая. О, как она выросла. Это наш район Мечниково называется. Вот там супермеркад Шериф. Вот у нас повсюду этот Шериф. И бензоколонки Шериф. И стадион, и Шериф. И супермаркеты Шериф. Мы сейчас зайдем сюда, в этот интерднестрком. А потом в Шериф, блин. Какие-то уже по другой улочке. Идем сначала к моей сестре. У нас где-то 5 часов вечера. Почти 5. Или полше того даже уже. Ой, около времени бежит. Идем к моей сестре. Надо ей гостиницу оставить, чтобы привезли с Италии. Потом возьмем сестру за шкирку и пойдем вместе с ней к моей невестке. К нашей невестке. На ужин. А у нас машина. Машина. Я, кстати, блин, приехала с жаркой Италии сюда. Не взяла ни одну кофту. Ни себе, ни Никите. Представляете? Я иду, у меня прям мурашки по коже. Вот у нас вроде бы как теплая погода. Но этот ветер... Давай проезжай. Но этот ветер такой бешеный, блин. Проезжай давай. Да быстрее. Короче, блин, я, наверное, скорее всего... Короче, я, скорее всего, у невестки или у сестры возьму какую-то кофту. А у невестки возьму кофту для Никиты. Пока на эти три недели, пока мы будем здесь. Блин, а здесь так прохладно. Вау! Орех. Орехи крупные. Хотя у нас в Италии тоже, кстати, орехи деревья есть. Но все равно здесь лучшие орехи. Все, идем. Смотрите, у нас название улицы, видите, и на русском языке, и на молдавском языке. Уважуха. Переулок молодежный. Тинеретулуй. Девять. Вот смотрите, у нас в Италии уже давно липа отсвела. Ну, подожди, Никита. А здесь только цветет и такие запахи. Вот что я в Италии выдыхала. Сейчас сюда приехала и теперь снова здесь вдыхаю. В запахе этой липы.